Житель Белогорска, обезглавивший свою двухлетнюю дочь летом 2016 года, признан невменяемым. В настоящее время, как рассказали следователи, он вместе с адвокатом знакомится с материалами дела, которые в ближайшее время передадут в суд. В настоящее время лицо, совершившее общественное и общественно опасное деяние, ознакомляется с материалами уголовного дела, так же, как его законный представитель и защитник, после чего будет направлено это уголовное дело прокурору, может быть, даже сегодня. Будет направлено на прокурору для направления в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Расследование по данному уголовному делу полностью окончено, отметили следователь. А вот уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей врачами только начинается. Напомним, 2 декабря 2016 года в городском роддоме умерла женщина. Сейчас правоохранительным органам предстоит дать оценку действиям врачей, которые принимали роды, и не только. Кроме этого, будет дана оценка врачам, которые наблюдали ее до попадания в родильное отделение, и будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая ответит на вопросы именно о причине смерти. А вот о причине смерти двух девочек из поселка Талали следователи до сих пор не говорят. Существует несколько версий произошедшей трагедии. Для окончательного решения назначена экспертиза уже в Оренбурге. Есть определенные сложности в установлении причины их смерти. Все-таки мнения разошлись. И в связи с этим для объективности, так сказать, выводов о причине смерти детей, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза в другом субъекте. Мы, получив результаты, будем оценивать уже истинные причины. Материалы дела должны вернуться в Благовещенск через полтора месяца, прокомментировали ситуацию следователи. Также продолжается расследование убийства у ночного бара в центре Благовещенска. Преступление, совершенное в ночь на 12 ноября, попало в объективы камер наблюдения. Тогда парень расстрелял другого в упор. Обвиняемый прошел судебно-медицинскую экспертизу и был признан вменяемым и заключен под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления. В рамках дела было установлено и изъято оружие, которое находилось в автомобиле, в котором в этот ночной клуб приехал обвиняемый. Данное установлено, кому это принадлежит оружие. Оружие принадлежало его другу. Также в прошедшем году следователями было возбуждено 23 уголовных дела, связанных с преступлениями в налоговой сфере. Причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил свыше 230 миллионов рублей. Ирина Кобзарь, Роман Юдаков, Первый областной.